Валентина Владимировна, я вас приветствую. Добрый день. Сегодня мы поговорим о налоговой амнистии. В последнее время часто слышим этот термин. В этом году по поручению президента страны объявлена эта налоговая амнистия. Как часто бывают такие амнистии и кто под нее подпадает? С законодательством были ранее такие налоговые послабления. Например, в 2015 году у нас давалась налогоплательщикам возможность в течение полугода, с июля по декабрь, подать декларации по своим активам. С сочетанием за границей то, что по имуществам, которые они вовремя не декларировали, без каких-либо санкций. Потом еще такие послабления были в 2007 году. То есть в течение всего года, с 2007 года, налогоплательщикам давалась возможность декларировать свои доходы, полученные в 2006 году. То есть это тоже без каких-либо санкций. Ну и еще были такие послабления в 1993 году, в течение месяца, тоже давалась возможность декларировать свои доходы. И, ну скажем, это амнистия, как везде пишут СМИ, действительно широкомасштабная, потому что ранее у нас списания за должностей не было. А по каким видам налогов и на какой срок амнистируют долги физическим лицам? Ну списание за должностей, да, оно будет идти по трем направлениям. Первое это для физических лиц по имущественным налогам. Имущественные налоги это у нас три вида налога, да, транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Там законодательством предусмотрено списание безнадежной к взысканию за должности, да, по состоянию на 1 января 2015 года. Давайте пример приведем, поясним, что значит безнадежно. Ну, безнадежным, конечно, это считаются долги, которые вот действительно невозможно взыскать. Все сроки прошли, да, вот, ну и, конечно, вот надо налогопозрачным учитывать тот факт, что у нас налоги начисляются по истечению года, да, то есть, соответственно, в это списание не попадут налоги за 2014 год. А много у нас таких вот безнадежных-то? Да, списывается только, ну, как бы начисление идет в 2015 году, а в законе написано, что по состоянию на 1 января 2015, соответственно, туда попадут вот за должности, которые не были взысканы, ну, полностью за 2013 год, да, по 2013 год. Ну, насколько насчет суммы я не скажу, да, точно, потому что закон только принят, опубликован по истечению месяца, то есть оно пойдет как бы в действие. А по количеству людей тоже невозможно, да, сейчас просчитать? Ну, общемасштабно, как бы в СМИ было дано, вот, общая пара России 42 миллиона человек, да, коснется вот этой амнистии, да, 42 миллионов человек. Но, учитывая вот наш регион, что у нас, да, меньше миллиона проживает в нашем регионе, да, в республике Саха-Якутия, потом еще надо учитывать, что у нас плательщиков налога тоже не все, да, имеют транспорт, не все собственники квартиры и земельных участков тоже надо учитывать. Ну, и, конечно, у нас, скажем, что у нас плательщики добросовестные достаточно, да, ну, и механизмы у налоговых и приставов достаточно такие, что, ну, как бы своевременно, скажем, да, взыскивается в свои сроки вот эта задолженность. Поэтому по имущественным налогам эта сумма будет, наверное, не такая большая. Другое дело по страховым взносам. Ну, я вот сказала, что первое направление это по физикам, да, физическим лицам, а вот второе направление это по индивидуальным предпринимателям. То есть будут списываться суммы по спецрежимам в основном, это попадет и НВД, патентная система, упрощенная система, ну, и как бы ИСХН, да, и тоже у него срок, да, то есть задолженность должна быть безнадежная к взысканию, по состоянию на 1 января 2015 года. То есть, соответственно, опять же, для индивидуальных предпринимателей. И я думаю, тоже суммы будут не такие, да, как крупные и такие масштабные. А вот третье направление, да, будет списание по страховым взносам. Да, вот действительно, вот эти суммы будут, ну, весьма такие большие, да. Они будут списаны по состоянию на 1 января 2017 года. То есть эти суммы будут, были ранее начислены, да, как бы фондами пенсионными, со страхованием и медицинским, да, страхованием. То есть списаны будут те суммы, которые дали нам фонды. А вот если по долгам уже принято судебное решение, дело находится у приставов, то какие долги аннулируются? Да, вот я думаю, что приставы нам вернут, да, вот старые эти решения налоговых органов, да, о взыскании задолженности. И, соответственно, у приставов будет возможность работать, да, и взыскивать такие вот актуальные долги. Это тоже плюс, как бы, большой и для налоговых органов, и для приставов. Скажите, а какие налоги не подпадают под амнистию? Под амнистию, ну, естественно, вот там еще в законе есть по доходам, да, которые были с 1 января 2016 по 2018 год, да, то есть это, по которым налогоплательщики не отчитались в свое время на своих доходах, да. Вернее, да, вернее, это те суммы, которые агенты налоговые не смогли удержать с налогоплательщика, да. Это обычно бывает, ну, например, предприятие дал подарок, да, в 4 тысячи человеку, не взыскал с него налог, и, соответственно, направлять информацию налоговому органу и самому налогоплательщику, чтобы он самостоятельно сдал декорацию и, это, платил налоги. Вот таким суммам, да, были выложенности, да, которые налогоплательщик своевременно не подошел и не сдал декорацию и не платил налог. Такие суммы будут взысканы и списаны, но туда не попадают, вот именно суммы по заплате, да, которые, ну, не удержали зарплату, там, вот эти они не попадают, то есть выигрыш, то есть не попадают. По выигрышам это уже обязанность остается, то есть, да, оно не будет списано. Да, ну, и там, ну, определенные критерии есть для этого, да, то есть, скажем так. Валентина Владимировна, скажите, а есть ли какие-то особенности вот этой амнистии, да, для предпринимателей, которые либо перестали активно вести свое дело, либо вовсе его закрыли? Да, ну, вот для предпринимателей это, да, в основном касается для тех, кто открыл свое дело, да, и по каким-нибудь основаниям, да, всяким не вели свое дело, не работали и, как бы, закрыли, да, дело при этом не отчитавшись, не уплатив налоги свои. Вот эти суммы, да, они будут уже, как бы, бесспорно списаны. А у нас есть какие-то вот примеры, допустим, на сегодняшний день, чтобы тоже нашему зрителю рассказать, что это, кого это касается? Да, ну, в основном это, да, скажем так, например, Да, человек встал на учет, ввел свою деятельность, да, ну, и в какую-то предрягу попал, например, да, угодил в изгону, например, да, там немалый срок, 7-8 лет. Соответственно, ему не было вот ни времени, ни возможности закрыть дело, да, и тем более уплатить налоги. Соответственно, это все висит в базах налоговых органов, да, и оно действительно, ну, как, как взыщешь вот этот налог, да, пока он человек не выйдет, пока справку не предоставит, что он действительно не это, да, не имел возможности, вот, или... Ну, там всякие случаи, поэтому вот такие суммы, да, они, ну, всякие нюансы. Возможно, человек может, да, дать попасть, как бы, ну, есть случаи, что, да, да, в трудную ситуацию попадает. А вот, к примеру, для того, чтобы получить вот это списание, гражданину необходимо прийти в налоговый орган, или как это все происходит? Нет, к законам, да, не предусмотрена, вот, подача заявления налогоплательщикам, все списание будет идти автоматически в базах налоговых органов. То есть во временных вот этих рамках, то есть до 15-го года, до 1-го января. Конкретно там сроки указаны, какие, да, какая сумма, за какой период должен идти. Поэтому это все будет идти автоматом, и вот просьба налогоплательщикам не звонить, не писать, не переходить, как бы, да, спрашивать, списано, не списано, потому что по закону такой обязанности у налогового органа не возникает, да, оповещать человека, сколько, да, списано, то да, все, это все будет автоматически в базе налоговых органов. А узнать можно, да, если вот человек знает, что он, да, не платил, что у него висели такие суммы, он может узнать, да, о списании сумм в своем личном кабинете на сайте налог.ру. Поэтому я вот рекомендую всем открывать личные кабинеты, очень удобно, ну и, как бы, информацию точно можно получить там. Такой вопрос, нет ли, не существует ли такой опасности, что люди, думая о том, что впереди, возможно, еще такая амнистия будет, вовсе перестанут платить налоги? Ну, у нас, как говорится, законы, да, меняются все. Это же относится именно к таким задолженностям, которые невозможно взыскать. То есть это были совсем ранние, да, задолженности. Сейчас у нас, начиная с 2014-2015 года, очень много изменений в законодательстве, да, туда входит еще и вот взыскание задолженностей с расчетных счетов налогопотребщиков не только предпринимателей, но и физических лиц. То есть этот механизм взыскания, он, как бы, уже, как бы, упрощается, да, и, ну, имеется больше механизмов, стало взыскивать, да, проще и быстрее. Поэтому я думаю, что дело вот не дойдет, что вот больше трех лет не платили, да, это... И в совершении выпуска, коротко буквально, скажите, какие новшества еще в налоговой сфере ждут якутян в этом году? Ну, вот самое большое, да, в этом году у нас начисление за 2017 год, да, начисление налога на имущество физических лиц будет по кадастровой стоимости. Раньше у нас начисление было по инвентаризационной стоимости, да, а сейчас будет новое начисление налога. То есть тут тоже своя формула уже отдельная, то есть это для народа будет, как бы, да, изменение, если ранее они платили одну и ту же сумму практически в несколько лет, да, а сейчас уже они в этом году уже получат уже другую сумму. Соответственно, это, да, связано с новопедением. Валентина Владимировна, благодарю вас за беседу нашим телезрителям. Я напоминаю, у нас в гостях была главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Валентина Яковлева. Оставайтесь с нами, всегда обсудим все самое важное. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok